Металлург, разделившись на две группы, сегодня во второй половине дня провел первую в межсезонье ледовую тренировку. Хоккеисты на малой арене Центрального района потренировались по одному часу. Помимо этого, позанимавшись еще и в зале атлетизма, в каждой группе работали по четыре пятерки и два вратаря. Главное сейчас в тренировках на льду – работа над техническим оснащением игроков. «Восстановление навыков катания, технических элементов с шайбой. Поэтому первая тренировка, она волнительная не только для игроков, но и для тренеров. Так что восстанавливаем навыки катания». Из легионеров в этом году первым на Новокузнецкий лед вышел чешский вратарь Филипп Навотный, продемонстрировав уже не в Инстаграме, а на тренировке свой шлем соответствующей аэрографии, в котором он будет играть за Металлург. Пока полевые хоккеисты выполняли различные упражнения на технику катания с шайбой и без, Навотный в компании с Андреем Кореевым работали над собственной резкостью передвижения на льду. Затем уже начались и игровые упражнения. Чешский вратарь в ходе своей первой тренировки показал для начала предсезонной работы очень неплохую технику. Все полевые хоккеисты Металлурга сейчас разделены на 8 пятерок. Деление это носит условный характер. И естественно о сочетаниях пока рано делать далеко идущие выводы, так как уже завтра они могут оказаться совершенно другими. Предсезонка только началась. Например, нападающий Роман Бердников сегодня тренировался в одном звене с одним из лидеров Металлурга 99 Евгением Каницким, который на минувшем финале первенства России в среднем за игру набирал более одного очка. Хотя ледовая тренировка и стала первой для команды этим летом, хоккеисты показали хорошее движение. Но это и не случайно. Игроки в отпуске, проводя его, будь-то в Новокузнецке или, например, в Омске, о хоккее не забывают. Арендовали лед, катались. Ну и ребята были из первой команды. Калинин, Певцакин, Бондарев с ЦСКА. Ну очень много народу, так что нормальный уровень тренировок был, здорово был. Сегодня Филипп Навотный в воротах Металлурга находился на тренировке. Как вам показалось, насколько легко Чеху забрасывает шайбу? Честно, я его бросил, наверное, раза два за тренировку, потому что он был в другой зоне. Ну а так сразу видно, что он опытный вратарь хорошего уровня. И я думаю, что он отлично себя покажет в сезоне. Если Филипп Навотный тренировался в первой группе, которая вышла на лед, то два других европейских легионера Металлурга работали во второй. Причем Кристиан Кудрич и Роберт Коусал провели занятия в одной пятерке. Коусал занял место в центре тройки нападения с Михаилом Плотниковым и Александром Комаристым. А Кудрич в паре защитников взаимодействовал с Ильей Антоновским. Уже на этой неделе наша команда приступит к отработке игровых связей на льду. Хоккеистов Металлурга через несколько дней ожидает первый двусторонний матч.